Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Мы против того, чтобы снижалась индексация по пособиям учителям, врачам, особенно в сельской местности, чтобы это решалось за счет пенсионеров и других малоимущих. Мы неоднократно разговаривали с губернатором Забайкальского края, чтобы он отозвал те законопроекты, которые снижают уровень жизни малоимущего населения. Однако он на это не пошел. Поэтому сегодня наша акция протеста против этих законопроектов. На слушаниях, которые проходили 19 ноября, нас поддержали и ЛДПР, и в какой-то части даже Единая Россия нас поддерживала именно в вопросах отмены законопроектов, которые будут ухудшать жизнь простого населения. Дата проведения пикета его организаторами была выбрана не случайно. На 26 ноября было назначено заседание законодательного собрания, посвященное вопросу принятия самого тяжелого за всю историю существования субъекта краевого бюджета. Его дефицит составляет 5 миллиардов рублей. Мы понимаем, что этот бюджет провальный во многих случаях. Особенно пострадает от этого бюджета население Забайкалья. То есть урезает льготы многодетным семьям. И очень многое, что могло бы дать развитие четинцам и вообще Забайкальскому краю как раз таки урезается. Остается только основное. При этом зарплаты, допустим, и пенсионное обеспечение депутатам собрания и бывшим депутатам это не обрезается. Вот мы сегодня провели акцию, у нас дети нарисовали рисунки, вот такая, принимая бюджет, подумайте о детях. То есть мы всем депутатам Забайкалья вручили такие и тем людям, которые будут, чтобы они подумали о будущем. Представители КПРФ выступили против дефицитного бюджета, при этом предложили свои способы решения финансовых проблем в крае. Мы предлагаем альтернативу, что не этими путями надо решать, надо не ждать дотации, инвестиций каких-то. Нужно развивать свое производство. У нас есть что развивать. Если у нас есть определенные сложности в горно-рудной промышленности, это от нас не зависит. У нас есть лесная промышленность, которую надо развивать. Наш край сугубо сельскохозяйственный. И сам Бог велел здесь развивать сельское хозяйство. Массовый протест забайкальских коммунистов ожидаемого эффекта не произвел. Бюджет региона все-таки был принят депутатами ЗАГС Собрания в первом чтении. Против проголосовали только четыре представителя КПРФ. Но несмотря на это, кумачевые борцы за справедливость остались верны своему мнению, который один из пикетирующих выразил в стихах. Тысячи исчезли предприятий. Вновь же ничего не создано. Созидать и открывать и строить этой власти просто не дано. Исчезают деревни и села. Те, что были опорой страны. Всю Россию кормили, поили. А теперь стали вдруг не нужны. Вот это наша позиция. Дарья Миняйла, Анна Хвостова. Специально для Забинфо.ру.